Глава государства Касымжамар Тукаев в своем послании дал поручение провести легализацию иностранных автомобилей. Мероприятия стартовали 23 января. Для того, чтобы получить право на легализацию, транспортные средства должны быть ввезены в Казахстан до 1 сентября 2022 года и не находиться в розыске у какой-либо другой страны. Кроме этого, автомобиль должен быть снят с учета по месту предыдущей регистрации. На сегодняшний день поступило около 500 заявок уже согласно базы ЕГОВ. На осмотр подлежат 45 автомобилей. Прошли легализацию на сегодняшний день 6 автомобилей. Это 4 Российской Федерации, по одной машине это Соединенных Штатов Америки и Армении. Здесь в спецсоне создан оперативный штаб. Участвуют здесь также сотрудники департамента госдоходов. Таможенной службы, потому что у граждан, у некоторых бывает, что база выдает ошибки именно по прохождению таможенной очистки. Здесь проводятся разъяснения, отбираются заявления, которые будут в дальнейшем направлены в Министерство внутренних дел для отработки уже с комитетом госдоходов. Для того, чтобы легализовать автомобиль, необходим ряд документов. Требуется форма заявления. Кроме того, должен быть документ, удостоверяющий личность заявителя. Также необходимо предоставить паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации. И документ, подтверждающий право собственности на авто. Эту машину я приобрел в феврале прошлого года в Кыргызстане. Президент распорядился оказать нам поддержку. Я очень благодарен за такую возможность. Как узнал о старте легализации, сразу отправился в ЦОН. Сотрудники оформили мои документы за 20 минут. Теперь получу казахстанские номера. Очень рад. В полиции напомнили, что легализацией подлежат легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, везенные гражданами Казахстана.